Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать про вот такую вот карту памяти Samsung. Она объемом 32 гигабайта. На самом деле она такая маленькая. Подходит для любого телефона, планшета и главное для всяких фотоаппаратов и устройств, которые позволяют записывать все в высоком разрешении. Соответственно из-за того, что они записывают все в высоком разрешении, с большой скоростью требуются эти данные сохранять. И у данной карты достаточно высокая, практически самая достаточно высокая максимальная скорость записи. Она составляет до 90 мегабит в секунду. А скорость чтения примерно 100 мегабит в секунду. И в конце этого видео будет тест, как по факту это происходит. С помощью специальной программы я это покажу. Значит, сама карта стандарта. В принципе, есть карты и других производителей. И здесь, в принципе, наценка и за бренд идет в основном. То есть, даже на упаковке написано, что это Designed by Samsung. То есть, здесь Samsung сам ничего не производит. Все это делается в Китае. И просто пишется Samsung 32 Pro+. Обращаю внимание, что данная карта, она именно поддерживает заявленные скорости именно в тех устройствах, которые с ней совместимы, с стандартом этой карты. Соответственно, на старых устройствах, которые не поддерживают этот стандарт, такой высокоскоростной передачи, она будет работать на обычных скоростях 10-20 мегабит в секунду. И поэтому ее имеет смысл, в первую очередь, покупать, если у вас есть современное устройство, как я уже говорил. Например, вы фотографируете в режиме спортивной съемки, когда у вас множество кадров в секунду, и когда вы не хотите, чтобы вот эта вот серия этих кадров прерывалась для записи и скидывания информации из оперативной памяти на карту. Вот, потому что стандартные карты поддерживают скорость до 20 мегабит в секунду и не позволяют сохранить в формате RAW, да, то есть не сжатом формате, данные в режиме реального времени. Эта карта позволяет. Значит, цена ее составляет примерно там 1600 рублей. Я ее взял со скидкой в магазине онлайн-трей.ру примерно там процентов 30 за счет онлайн-бонусов, он-бонусов так называемых, который предоставляет данный магазин за покупки, за отзывы о товарах, за рекомендации, за видеообзоры и так далее. То есть реально можно там даже до 50% стоимости снизить. Значит, в данной карте еще в комплекте идет такой адаптер. В конце видео вы увидите подробно отсканированную заднюю часть упаковки с техническими характеристиками. В принципе, вы можете посмотреть, кому это интересно. Значит, насколько я помню, гарантия 2 года. И в принципе, все эти карты, они, ну, на самом деле, от любого производителя, они все в последнее время долговечные и рано или поздно выходят из строя, исходя просто вот, ну, через несколько месяцев там или через несколько там лет. Вот, то есть они не вечные, поэтому немножко, конечно, обидно. Поэтому всегда, естественно, делайте какие-то резервные копии важных, фотографии, информации и так далее. Не надейтесь, что эти карты выживут. Значит, бывает случай смерти хороший, когда они позволяют еще с них скопировать информацию, то есть они умирают только на запись. Ну, бывает, что умирают, и вообще их никто уже ни за какие деньги, скорее всего, вам не восстановит. Вот, поэтому будьте осторожны. И давайте сейчас посмотрим как раз на тесты скорости данной карты. Давайте протестируем данный диск. Я вставил его в картридер, который поддерживает скорости 90 Мбит в секунду на чтение и 60 Мбит в секунду на запись. По факту, конечно, оказывается, что и больше на запись. Итак, давайте скопируем файлик. Вот, мы видели, какая скорость. И теперь скорость фактически на чтение. Там было 71, здесь почти 90. И что же показывают у нас результаты тестов? Когда мы подключали данный диск, данную флешку, по USB 3.0 вот такие параметры, а по USB 2.0, когда подключался, у нас были вот такие параметры. И так далее. И так далее. Продолжение следует...